Нужен микрофон, нужен микрофон вот здесь на втором ряду, с этой стороны, вот с этой стороны, здесь, да. Здравствуйте. А, у вас есть микрофон, хорошо. Мне такой вопрос, ну он возник, правда, вчера, вот если, ну с мужем он развить 10 лет, но он отец моих детей, и мы как бы пересекаемся иногда. И вот у нас такая мысль возникла, вернее у меня, если я начну духовную работу, а так как связь у меня с ним есть. А он женат, нет? Он не женат, но живет, сожительницей. Это значит, что он женат. Ну, в гражданской браке, да, неофициально. Это значит, что он женат. Ну, женат, да. Детей там нет, но, знаете, что мне не нравится то, что дети обижаются на него, и я хочу этот круг разорвать. Вот если я начну работу духовную, вот больше молиться за него, чем я раньше молилась, изменятся ли эти отношения у детей? Я просто не знаю, как они... Изменятся, да, изменятся. То есть мне вот важно, чтобы... Да, то есть не 100%, что он вернется в вашу семью, но... Не надо. У него характер тяжелый. Это правда. Ну, изменится отношение, да, у этих молитвов, характер ему станет легче. И отношения между ним и детьми, они наладятся. Характер не может быть у близкого человека тяжелый. Но он такой же, как я. Да, между вами, вот эта карма между вами, вы называете его характером, эту карму. Ну да. Но это не его характер. Это невежество думать, что эта карма, вот эта тяжесть в отношениях соткана только из его характера. Она соткана из ваших характера. Но вы видите в этом только его характер. А свой видеть очень трудно, практически невозможно в этом и все. Ну, я вообще-то заметил уже, что у нас вообще очень много похожего. После развода отец мне даже как-то показал, говорит, как два барана на одном. Молодцы, молодцы. Лучше быть самокритичным, это правильно. Ну да. То есть я могу надеяться на то, что его отношение с детьми улучшится, и они будут общаться по-другому. Нормально, да. А как изменить отношение детей к нему, потому что у них очень большая боль? Один даже вообще... Точно так же вы будете заниматься духовной практикой, изменить отношение детей к нему. Но о нем лучше не разговаривать, потому что дети как-то комфортируют, говорят, мам, не надо. Они сыновья. И они воспринимают, может, это по-другому, я не знаю. Вот смотрите, вы сейчас в позиции невежества пытаетесь решить ситуацию. Ну да, я вам оттуда поднялась. У вас есть определенные понимания, как все происходит. Вы не понимаете, что если вы поменяете атмосферу в вашей семье, то все будет по-другому. Замечательно. Смена атмосферы создает другие отношения. Ага, все. Вот если бы я, допустим, был на понтах, здесь сидел. Ну что ты сказала? Ну слушай, я тебе что говорю? Ну, вы бы смогли понять меня или нет? Нет. Вы бы не смогли. Я уже говорил вам, ну что, что молитва поможет, ну что. Видите, они сразу как-то, да иди ты, я не хочу тебя слушать. В атмосфере невежества нет контакта. Невозможно контакт установить. У вас отношения находятся на уровне невежества, даже не на уровне страсти. Вам надо поднимать свой духовный уровень и отношения пойдут вверх. Они тоже будут вместе с этим подниматься. В результате вы будете с ним по-другому разговаривать. Вы увидите того человека, которого вы видели в первой встрече. Вы увидите очень сильного, чистого такого, целеустремленного человека перед собой. Он меня пугал всегда. Нет, когда вы первый раз увидели, вы это очень удивились, этой чистоте, силе в нем. Вы забыли об этом просто уже. Нет, я помню его глаза. Они меня испугали. У нее глаза! Да, примерно так. Бриллианты три карата. Он очень такой целеустремленный человек. Сильная личность такая. У него чистое сердце такое в плане вот этой идеи, как жить. Ну как бы у него есть это такое хорошее в душе. И у вас это есть тоже. Вы этим сильно объединены. Когда вы начнете молитву, то вы увидите его другим человеком. Вы будете восхищаться, радоваться ему. У вас появится хорошее отношение к нему. И тогда с позиции этого отношения вы сможете легко с ним устанавливать отношения. И также дети почувствуют это от него через вас. И будут тоже к нему хорошо относиться. Но до этого вы должны дойти. Вот сейчас я вам сказал, вы не верите в это пока. Потому что у вас нет чувства. Вы сердце ваше забыло. То, о чем я говорю. Люди не могут сходиться вместе, если они напугались. Вот представьте, вы увидели человека. О-о-о! И потом поженились на него. Да так не бывает. Прекратите. Так не бывает никогда. Я никогда в это не поверю. Нас поженили, значит, еще лучше. Значит, у вас много еще больше хорошего было. У вас есть уважение к старшим, как минимум. Вот как меня поженить, если я не люблю отеца и мать? Невозможно меня поженить, значит. У вас, значит, глубокая культура в ваших отношениях заложена. У вас много чего есть хорошего, на самом деле. Гораздо больше, чем вы можете себе представить. Но так как вы не строили правильное отношение, вы не развивали духовную жизнь в себе, поэтому ничего не получилось. На это правильно вообще ничего не надо случиться. Просто духовная жизнь началась после этого. Я понимаю, но я говорю сейчас о том, что отношения никогда не кончаются между людьми. В родственной Душе, между сердцами может установиться ниточкой, завязаться. Даже на расстоянии. Он живет своей жизнью, вы своей. Но, понимаете, у вас есть эти чистота в этих отношениях. Понимаете, есть родственники, которые должны иметь и наслаждение друг с другом, и грязь, и чистоту. Это называется семейная жизнь. Но когда люди уже разлучены в семьях, они обязаны сохранить чистоту. Понимаете, любовь не может никогда закончиться. Эта любовь на расстоянии означает чистое, светлое чувство. То есть пусть у тебя все в жизни будет хорошо. В нем нет зависти, злобы, обиды, ничего нет. Просто пусть у тебя все будет хорошо. Я уважаю твой выбор, твою жизнь и все прочее. Это передастся детям так же. Понятно? Понятно? Понятно. בת.